Всегда интересно то, что не сразу поддается пониманию и способно даже вызвать эмоциональное отторжение у искушенных зрителей, воспитанных на балетах пяти па, тщательно оберегаемых в Мариинском театре. Сохранение традиции и сегодня остается главной заботой театра. И как тут не вспомнить о трагических событиях, перечеркнувших всю предыдущую жизнь великого хореографа. 60 лет служения верой и правдой Мариинскому театру не стали гарантом великому мастеру. Дирекция императорских театров не только уволила Петипа, но и запретила пускать его в театр. В случае с кореянкой зрителям было бы разобраться очень трудно. Эта кореянка, которая приехала из Парижа, не обрядовала стиль парижской оперы и даже некоторые какие-то мелочи в движениях, но эта кореянка воспитанница Кулика Кима в Корее, поэтому эта кореянка воспитана на лучших традициях русской школы. В партии Байдерки на фестивале дебютировала кореянка Се Ин Пак. 22-летняя солистка балета Парижской оперы, заявившая о себе яркими победами на престижных международных конкурсах в Лозанне, Варне и Джексоне, перед выступлением в доме Петипа волновалась как никогда, понимая, что сравнений стилей и школ не избежать. На одной из репетиций Се Ин Пак специально для зрителей программы «Царская ложа» пыталась продемонстрировать разницу между постановкой рук, широтой и пивучестью движений петербургской школы и более сдержанного парижского стиля, усиленного природой корейского менталитета. У нас русская душа, все это должно быть открыто. В Париже все у них более так утрированно. Либо плохо, либо хорошо. Мне кажется, что даже то, что мы имеем возможность во время таких фестивалей, видеть разницу, маленькую разницу. Потому что, в принципе, все равно, если человечек интересен на сцене, то независимо, в каком стиле он танцует. Я очень, очень рада быть здесь, в Мариинском театре. Я мечтала об этом, и теперь могу с благодарностью сказать – мечта осуществилась. Здесь сегодня были мои учителя – Маргарита Кулик и Владимир Ким. Спасибо им за помощь и поддержку. Стиль у балетов, конечно, может различаться, как, например, парижский и русский балет. Но для каждого танцора за любым стилем стоит одно и то же. Это танец от сердца. Когда зарубежные гастролеры приезжают танцевать нашу русскую классику, которая Петипа ставила с расчетом на русскую школу, на русских исполнителей, на особенности нашего видения вообще творчества хореографического, то всегда бывают какие-то, ну, странности. Странности. Потому что задача нашего балетного искусства совершенно другая, чем зарубежного. Она отличается сильно. У нас всегда должен быть смысл. Ради чего? Факт присутствия вот этой вот корейской балерины из парижской оперы, он меня привел к такой мысли, что в конечном итоге образование, то есть обучение, которое ты получил, это очень важная вещь. А дальше начинается чрезвычайно важная жизнь с репетитором. Потому что именно многие достигли больших высот, потому что они были в очень хороших репетиторов работали. И у нас класс репетиторства в нашем театре, в российском театре, он имеет особое значение. Наталья Спицына бережно хранит традиции Вагановой, передавая сквозь время неповторимый петербургский стиль. И это особый дар талантливой балерины и педагога. В 64-м году я пришла в театр, но уже многое что станцевало, еще будучи в школе сольных партий, балеринских партий. И очень много мы учились у старшего поколения. Глаза, знали, весь порядок, репертуар. Мы пришли уже готовые. Правда, из нашего класса только я одна и попала в театр. В первом же сезоне так случилось, что я станцевала уличную танцовщицу с трех репетиций, по-моему. Ну вот так. Вот повезло мне так. Инна Борисовна Зубковская взяла больничный лист. И меня девчонку выбросили. Кстати, репетировала я с Татьяной Михайловной Вячеславой. От всей души поздравляем Наталью Георгиевну с юбилеем. 50 лет служения терпсихори в Мариинском театре. 30 из них балетмейстером-репетитором. Ее постановки балета «Боидерка» в хореографии «Петипа» украсили репертуар известных балетных труп Америки, Кореи, Японии. А в Мариинском театре ее каждый день с любовью встречает многоликий мир кардебалета. Кто-то абсолютно так успокаивается, придя в эту труппу, и понимает, что это его место. Выше не будет. А кто-то вот такие есть, авантажные. Локтями раздвигнуть всех и пошло. Сейчас много молодежи пришло, я их еще не успела выучить. А вот старшее поколение, так я их знаю, их семьи, их детей знаю, естественно, и всегда интересуюсь, как там ваши малыши. Они все равнозначные, абсолютно. Здесь скорее порос, то, чтобы подходили. А в принципе, артисты такие подготовленные, что любую поставь. И без проблем. Но это только наши. А когда приезжие из других театров принимаются к нам в труппу, я это очень чувствую. Обязательно готовить и поддерживать. ты можешь, ты молодец, все получится. Обязательно. Без этой поддержки педагогу и репетитам трудно. Татьяна Георгиевна Спицына застала еще время 60-х годов, и она передает вот это знание, которое она получила из рук великих репетиторов-предшествующих, она вот эту тонкость, которую никак не передашь ее ни письменно, ни устно, а только непосредственным показом. Можно передать эти нюансы, которые составляют своеобразие мариинского кардебалета. Вот Наталья Георгиевна большой мастер, и в этом плане она очень добивается как раз стилистического. Она репетирует шопиня, но это один стиль. Она постоянный репетитор теней. Это чистая такая классика строгая. Это очень большая сложная работа для репетиторов с кардебалетом, потому что надо во время репетиции вот это все восстанавливать, подлаживать, чтобы высота рук одинаковая, чтобы поворот головы одинаковый. Кардебалет вообще в Борисском театре, это, может, одно из его главных сокровищ, можно сказать, потому что солисты могут быть разные, могут меняться, могут быть лучше, хуже, интереснее, менее интереснее. А вот кардебалет и делает балет спектаклем, придает ему масштаб, придает ему вот то самое дыхание, широту. И, собственно, он является, как в переводе, и Борисский театр всегда отличался именно своим замечательным кардебалетом. И на фестивале мое впечатление, что кардебалет был более чем достойным, во всех спектаклях. Кстати, они и стиль передавали. Я помню, я только-только вроде пришла в театр, я помню даже вот эти первые дни, первые уроки. Вот казалось, что только вчера была, эти цветочницы, это вставная вариация в Дон Кихоте. А тут бац, это же творческий вечер. Для меня это, конечно, очень ответственно. Были в то же время безумно приятны. Это такое большое событие в моей жизни, в моей карьере и событие для моей семьи, конечно. 14 лет назад Виктория Терешкина была принята в кардебалет Мариинского театра. Спортивное гимнастическое детство в Красноярске сформировало бойцовский характер и высокую планку ответственности за конечный результат. Неудивительно, что в Красноярске, а потом и в Академии русского балета имени Вагановой, Вика уходила из репетиционного класса последней. Я не могу сказать, что я не была амбициозной. В то же время, когда меня взяли в кардебалет, и, в принципе, я сразу стояла в первой линии практически всегда. Это было очень почетно. Я очень часто сама себе задаю этот вопрос. И вот как складываются судьбы артиста всегда по-разному, но я в судьбу верю и считаю, что если человеку суждено чего-то добиться, то это произойдет. Я вообще не любитель очень долго копаться в чем-то одном, потому что для меня очень важно, чтобы я скучала по партии, и вот когда я выхожу на сцену, я вот полна энергии, и вот я хочу выдать все, что накопилось. А если я буду скрупулезно репетировать и эмоции, и каждое движение, то мне кажется, что немножко будет такой уже какая-то неестественность. Я уже не только балерина, я уже в другом предназначении. И, конечно, в первую очередь у меня семья и ребенок. Но без балета я тоже не смогу жить. Поэтому я и вернулась на сцену. Профессиональным комплиментом Виктории Терешкиной стали испанские миниатюры, подаренные балерине хореографом Юрием Смекаловым. Лучшие из лучших танцовщиков Мариинского театра с благодарностью и восхищением ловили каждый взгляд любимой партнерши. Это моя любимая балерина, она мне очень нравится, я очень люблю ее. Прекрасная танцовщица, она с такой хорошей школой. Вот как-то на нее смотришь и всегда отдыхаешь. Глаз отдыхает. Это очень важно. Это говорит о том, что она суперпрофессиональна. Интерес самый большой был в завершении, когда Смекалов поставил вот этот такой вот неожиданный финал. И это очень украсило ведь. Прекрасная танцовщица Прекрасная танцовщица Прекрасная танцовщица